Привет всем! Я Марина Романенко, вы на канале FamilyEase, и сегодня мы поговорим о том, кто такие идеальные дети, и насколько это хорошо для них. Совсем недавно ко мне обратились за консультацией создатели проекта «Наши идеальные дети». Суть этого телевизионного сериала состоит в том, что существует некий чип, который можно вживить в голову ребенку, и на самом деле моделировать его идеальное настоящее и будущее, мотивацию к учебе, успехи в спорте. Это ли не мечта на самом деле каждого родителя, иметь ребенка, который сейчас успешен и может быть успешен в будущем? Но меня эта история, ну не то чтобы напугала, но точно сподвигла на то, чтобы создать это видео. Ну давайте немножко разберемся, кто же такой идеальный ребенок? Я много разговариваю с родителями, много общаюсь, и на самом деле для родителей идеальный ребенок – это послушный ребенок. Вы можете мне сейчас возразить, что нет-нет-нет, я не хочу послушного ребенка, мне нравится, когда у ребенка есть своя точка зрения. И так уже принято говорить, это такой социально ожидаемый сейчас ответ, что мы современные родители, нам послушные дети не нужны. Но, и вот это мной здесь очень главное, потому что когда я дальше продолжаю говорить с родителями и спрашиваю, а вы хотите, чтобы ваши дети на постоянные просьбы к ним говорили нет? И родитель говорит, нет, не хотим. А вы хотите, чтобы они постоянно не слушались вас? Нет, не хотим. А вы хотите говорить им, что мне нужно вот это, вот это или вот это там? Ты уроки сделал? Получать постоянное нет. Ты зубы почистил? Получать постоянное нет. Ты у тебя в комнате убрал? Нет. Ты выбрал профессию, которой ты будешь заниматься? Нет. И, в общем, мы приходим к тому, что одна идея в голове у родителей уже появилась в том, что, в общем-то, неплохо, чтобы дети имели свою точку зрения. Но другая совершенно противоречит. Потому что сейчас, мне кажется, как никогда, когда родители сидят много лет дома, когда есть теория привязанности, которая говорит о том, что очень нужно холить, любить и беспокоиться о своем ребенке долго, много лет, создается просто прецедент такой, когда дети вообще нет, не могут сказать, потому что родители начинают работать напоминалками и будильниками. И это до смешного, когда родители четырех леток начинают говорить, мой не хочет чистить зубы, мой не хочет обувь на место ставить, он не хочет куртку класть на место, мы бодаемся каждый раз. Ребенок бодается не потому, что зубы нужно почистить, а бодается тому, что у него шансов нет сказать, что я их почищу через пять минут. Потому что родитель хочет немедленного ответа прямо здесь и сейчас. И мама так чувствует свою реализацию, ей кажется, что так нормально. И сама мысль о том, что это может быть чуть позже, в голову даже не приходит, потому что хочется немедленного послушания. Это тот момент времени, когда я говорю, что родители стали напоминалками. Их реализация – это в напоминании детям, что нужно сделать вот в эту секунду времени. Тогда мозги вырубаются, и наступает следующий период времени, который о том, что я не помню, что мне нужно просыпаться вовремя, я не помню о том, что мне нужно собирать рюкзак в школу, я не помню ни о чем. А зачем помнить? Родители же помнят. Какими способами родители добиваются вот таких вот в кавычках идеальных детей, да, послушных детей? Ну, во-первых, внушается мысль о том, что любой взрослый человек априори умнее тебя, больше знает чем ты, и его нужно слушаться. Это первая история. Вторая. Некоторые родители ультимативно угрожают своим детям, если ты не сделаешь вот это, не получишь вот это. И это превращается в способ жизни. Третья. Это когда, ну, вроде бы как ты хорош и прекрасен, но можешь лучше. И ребенок все время растет в среде, в которой у него есть ощущение, что сколько бы он ни старался, он все равно не достигнет той планки, которую поставили родители, работает на износ, обучая в школе, потом в институте, иногда даже уже будучи абсолютно взрослым человеком, все равно получает нагоняя от своих родителей, что ты уже сейчас недостаточно хорошо воспитываешь своих детей. Например, казалось бы, что может быть лучше, чем получить послушного ребенка? Все делает, все хорошо, и мы контролируем главное его настоящее будущее. Но в чем опасность? В том, что абсолютно человек теряет вообще ощущение выбора и свободы выбора, и инициативу. Я видела четырехлетнего ребенка, который застрял, а в каком умывальнике мыть руки? Вам может показаться это вообще смешным, но это не смешно. Он был эрудирован, с ним можно было поговорить на разные темы, он знал континенты, страны, океаны, но он зависал в этом умывальнике мыть руки или в этом умывальнике мыть руки, потому что привык, что ему такое говорили. Когда мы говорим о детях постарше, они учатся в школе, они понимают, что нужно на золотую медаль закончить школу или, ну, по меньшей мере, как-то там хорошо учиться. И они абсолютно не представляют, кем они хотят быть. Они не понимают себя, они всего лишь выполняют поставленную задачу. Ну, такой себе хороший робот, ходящий в школу, с минимальным программным обеспечением. Потом, когда такие люди вырастают, мы видим армию взрослых людей, которые недовольны своей жизнью. Ну, вроде бы как у них все есть. И работа, и семья. Ну, не хватает чего-то, потому что они говорят, ну, я не эту бы хотел работу. Ну, какую я не знаю. Я не знаю, как найти себя. Да, и это прямо армия людей в 40 лет, которые несчастливы, потому что они поступили не в тот институт, не в ту профессию получили, а смелости что-то поменять у них нет. Я могу добавить. Это еще армия взрослых людей, которым родители звонят каждый день и рассказывают, как им жить, во что им одевать своих детей. И с другой стороны звонят и говорят, ты во что там сегодня делал ребенка, как ты мог? Я смотрела погоду там в твоем городе, у тебя сегодня вообще не так. Или обратная ситуация. Говорят, нельзя жить своим умом, я же твой родитель, я умнее, я лучше знаю, учись на моих ошибках. Но это на самом деле утопия, потому что научиться можно только на своих ошибках. На одну и ту же ситуацию разные люди отреагируют по-разному, исходя из культурного опыта, который у них есть, жизненного опыта, который у них есть, и тех ощущений, в которых они сейчас находятся. Поэтому любая жизненная ситуация становится уроком для нас и не может быть уроком ситуации наших родителей. Ну, во-первых, они давно жили, жизнь стремительно поменялась. А во-вторых, мы можем делать действительно хорошие выводы, которые что-то могут изменить в нашей жизни, основываясь только на своем опыте, а не на опыте наших родителей. Но это предмет для скандала, потому что ты меня не слушаешься. Я умнее, я старше, я больше прожил. И не важно, что такому ребенку может быть 5 лет или 45 лет. Некоторые родители так и не отпустили своих детей и продолжают делать их послушными всю жизнь. И не у всех хватает сил вырваться из этого. Не все взрослые дети могут сказать, мама или папа, я вас очень люблю, но жить буду своим умом. Ну, потому что многолетняя привычка слушаться, страх. О, Боже, а как же? А некоторым прям внушили, что ты без меня ничего не стоишь. Поэтому тебе нужно слушать меня. Все твои решения не верны. Вот посмотри на свою жизнь. Видишь, вот здесь вот ты неправильно купил землю или дом. А вот здесь вот ты 5 раз поменяла работу. А вот здесь вот я тебе говорила, говорила, что будет вот так. Вот ты неправильного спутника жизни выбрала. Но это не есть подтверждением права ты родителей. Это просто есть, ну, как бы реальная жизнь. Мы где-то делаем правильные выборы, где-то неправильные выборы делаем. И только от этого, отталкиваясь, живем свою жизнь. А есть обратная сторона медали. Я всегда говорю родителям, что послушные дети – это беда. На самом деле это беда во всех смыслах. Первое – существует страшная статистика. Большинство детей, которых увели там с детской площадки, со школы, еще украли, другими словами, и потом спасибо их нашли. Эти истории счастливо закончились. Оказались очень послушными детьми, которым в голову не пришло поспорить или противостоять взрослому человеку. Потому что взрослый человек априори тот, кого нужно слушаться. Это всегда результат того, что родители добиваются, и бабушки, и дедушки, и учителя, чтобы дети были очень послушными. Вторая история, которая может быть в институте, например, когда вырываются эти послушные дети из-под опеки своих родителей и пускаются во все тяжкие, потому что у них нет внутри стержней, неких границ, куда можно ходить или куда нельзя ходить, что они были послушными, а здесь появилось ощущение свободы. И поэтому ее границы размыты. Границы, что можно и что нельзя, и где вовремя нужно остановиться, тоже размыты. И есть некий процент людей, которые попадают вот из послушных таких вот детей в ситуации, в которые бы они никогда не попали, будь они теми, кто имел свое мнение, пока они взрослели. И третья история, это люди, которые пассивны. У них утеряна инициатива, потому что за инициативу, которая, может быть, и была в раннем детстве, их наказывали родители и педагоги. И поэтому они такие, нет, ну ты мне скажи, что нужно сделать, я это сделаю. Но не жди от меня, что я что-то буду делать по собственной инициативе. Очень часто уже, будучи взрослыми людьми, они не могут попросить прибавку о жаловании. Они не могут получить более высокую должность. Они многое делают, но подняться выше не могут, потому что им кажется, что они умрут, если это скажут. Или попадая в семейные отношения, потом можно от их супруга или супруги услышать, не, ну я ожидал, что хоть какой-то инициатива от этого человека, а ее просто нет. И это история о том, что я как бы есть в жизни, но меня нет в жизни. И это очень разрушительно. Итак, если резюмировать то, о чем мы только что с вами говорили, главный вывод – родители хотят лучшего для своих детей. И поэтому они думают о том, что послушание – хороший способ довести безопасно ребенка. Ну знаете, эту поговорку, знал бы, где упадешь, соломки подстелил бы. И они все время стелят своим детям и являются костылем или поводырем, который ведет их по жизни, не давая им получить собственный жизненный опыт и сделать собственные жизненные выводы. Хотят лучшего, а добиваются противоположного. Самое интересное, вы же меня хотите спросить, Парина, как? Как тогда сделать по-другому? И как получить ребенка, который будет и успешным, и при этом не будет таким послушным? И это я, такая скажу вам, непростая задача, потому что нам не нравятся непослушные дети, и нужно пережить, когда твой ребенок тебе нет, может сказать. Вот первое, что нужно разрешить, это детям говорить спокойное «нет». Не с надрывом, когда они уже больше не могут, не тупое саботирование процессов, а просто предлагать. Ты можешь делать так, ты можешь делать вот так. Как ты думаешь, вот так может быть или вот так может быть? Давайте некий выбор своим детям, и чем старше они становятся, тем больше выбора им можно давать. Ну, с простого. Я помню, как я учила своего годовалого сына выбирать. Я привела его в магазин, где куча обуви, и я выбрала, безусловно, зайдя до него в этот магазин, пять пар, которые считала классными, качественными и доступными мне по цене. Я сказала, выбирай из пяти пар. И он выбрал, уже в год выбрал себе ботинки. И вам может показаться, ну при чем здесь это? А я вам скажу, что когда он уже был взрослый, встречался с девушкой, он мне говорит, мам, почему моя девушка? Я говорю, что ты хочешь? Он говорит, не знаю. Ну вот давай мы тебе вот это купим. Он говорит, не знаю. Ну вот что бы ты хотела из продуктов? Не знаю. Где бы ты хотела жить? Не знаю. Он говорит, как можно не знать? Я говорю, очень легко. Когда тебе всегда говорят, что ты должен делать, ты можешь не знать, чего ты хочешь. Он говорит, ну я не понимаю. Говорит, ты не понимаешь, потому что ты с года выбирал. Даже то, что мне не нравилось, выбирал. Второй момент, который вы должны всегда говорить своим детям. Ты должен иметь смелость хотеть чего-то. Даже если то, что ты хочешь, не нравится мне или папе, ну мне как маме, например, да, А второе, ты должен иметь смелость делать это, несмотря ни на что. И я сейчас не говорю о наркотиках, курении или каких-то таких там алкоголе. Я говорю о том, что очень часто наши дети хотят заниматься футболом, а им говорят, нет, ты пойдешь на легкую атлетику, потому что я хочу, чтобы ты ходил на легкую атлетику. Я не придумала сейчас эту историю. Мы должны говорить своим детям, имей свою точку зрения и имей смелость идти туда, куда ты хочешь идти, даже если мы будем против. Потому что ты лучше для себя знаешь, ты лучше для себя чувствуешь. И третье, нам все еще кажется, что в этом современном мире, в котором живут наши дети, что мы знаем, как для них будет лучше, но мы ошибаемся, мир очень изменился. И единственный момент, на который могут выехать наши дети, быть успешными в будущем, единственная мотивация, которая может их куда-то двигать, это глубокий интерес к чему-то. Поэтому нам в детстве и в подростковом возрасте нужно создавать все условия и поддерживать все их интересы, на которых на самом деле они научатся добиваться успехов. Потому что многие говорят, ну на одном интересе далеко не уйдешь. На самом деле на одном интересе как раз можно далеко выехать. Потому что если тебе нравится какой-то вид спорта, то ты в нем берешь трудоспособность, умение работать с эмоциями, работать над собой, добиваться лучших результатов, преодолевать трудности физические, психические и эмоциональные. Если тебе нравится там лего собирать, ты формируешь все то же самое. Уметь работать над собой, суперсложные модели собирать, быть погруженным в этот процесс, добиваться результатов, быть лучше сегодня, чем ты был вчера. Это кажется игрой или ненужным видом деятельности, но именно на них. Мы основимся потом в будущем и не позволяем себе работать там, где нам не нравится. Мы умеем добиваться результатов, потому что вот этот рост над собой происходит обычно в тех сферах, которые нам безумно нравятся. Даже если суперсложно, мы не замечаем этих сложностей, потому что пытаемся добиться в том, что нам интересно, большего результата. Поэтому единственной историей, которая может продвинуть вашего ребенка в успешное, настоящее и в очень успешное будущее, это невероятный интерес к жизни и к чему-то в этой жизни. И таких интересов у ребенка может быть несколько, основываясь на которых он сможет реализоваться и добиться успеха в будущем. Нам всем хотелось бы какой-то простой кнопки, нажал на которую, и раз ребенок заснул в нужное время или там стал суперуспешным. Или похудеть за два дня, что не работает вообще в жизни. Или как в сериале, значит, внедрили чип, и все, и можно регулировать этот процесс. Но на самом деле все намного проще, намного сложнее. Любой технический процесс может дать сбой. Я тут на днях вела эфир и прикладывала замороженное тесто к айфону, потому что мне айфон написал, перегрелся сос, не хочу больше работать. Любая технология может дать сбой, абсолютно. А вещи, на которых мы можем основываться, которые будут навыки наши твердыми, на которые мы можем опереться, как на хороший фундамент, они закладываются годами. И закладываются в состоянии, когда мы самомотивированы, когда нам очень интересно, когда мы учимся преодолевать трудности, когда мы совершаем ошибки, когда мы делаем какие-то выводы из них. И это становится тем фундаментом, на котором мы понимаем жизнь, нормально с ней взаимодействуем и можем двигаться дальше. И даже если что-то пойдет не по плану, выкрутимся, выстоим, не прогнемся и победим, потому что у нас был такой опыт до этого. Успехов вам, уважаемые родители и ваши дети!